Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мария Пугачёва, я практикующий психолог, занимаюсь психоаналитически ориентированной терапией уже достаточно большое количество времени, 10 лет. Я эксперт канала ТВ3, я снимаю шоу «Человек-невидимка», где мы разгадываем разных наших отечественных российских звёзд. Вот всех интересует вопрос о секрете успеха. Он вообще существует? Секрет успеха? Да. Ну, конечно, кому-то, наверное, повезло, или у кого-то всё так закономерно складывалось, потому что в жизни были такие обстоятельства. Но если бы меня спросили лично, как там, человека, который всё-таки, да, чего хотел, сделал, я очень хотела работать на телевидении. С одной стороны. С другой стороны, я очень хотела с детства, в общем-то, заниматься психологией, и к этому шла. Ну вот, я бы, наверное, назвала секретом успеха – это всё-таки труд и веру. То есть, что касается лично меня, если я много-много трудилась в каком-то направлении и верила, что мне это получится, в общем-то, у меня всегда это получалось, там, начиная с детства. Я хотела поступить в лицей для одарённых детей, я трудилась, занималась, я эти экзамены прошла. Я хотела поступить в МГУ на психах, где был сумасшедший конкурс. Я очень много трудилась, убивалась и к этому пришла. Точно так же, в общем-то, я хотела попасть на телевидение в качестве психолога-эксперта и сидеть в каком-то постоянном шоу. Я тоже ради этого много трудилась, я писала много статей, я выкладывала тоже какие-то видео, старалась. Рано или поздно я к этому пришла. Наверное, всё-таки вера и ощущение, что всё получится, но и при этом большая, там, кропотливая работа, они приведут рано или поздно к успеху. Но существует такое, что люди не любят работать, и как раз вот их пугает слово «работать», а все думают, что «опля, я актёр», и ничего при этом делать не надо. И как бы на тренингах стараются тренеры не употреблять вообще слово «работа», потому что это отпугивает большинство людей. Ну, наверное, без труда не вынешь. Рыбку из пруда не зря, народная мудрость. Ещё давно такая простая, но гласит это. Понимаете, тут тонкий момент. Если есть вера, то, наверное, работать будет в удовольствие. Если ты точно знаешь, что тебя там в конце ждёт результат, неважно, через месяц, через год, через два, через три, но он точно будет, это вероощущение, что это будет просто неминулно, что ты достоин этого, что у тебя это получится, что вообще тебя обязательно подвезёт и так далее и тому подобное, то вот этот процесс работы, вот этот путь, он не будет напряг. А у нас, наверное, многие всё-таки связывают с успехом, успехом, скажем, с какой-то удачей. Действительно шёл, шёл, миллион нашёл. А мне кажется, если ты веришь, что ты заслужишь это миллион, то не грех поработать. Мы вот как-то с моим товарищем спорили. Он говорит, тебе в жизни везло? Я говорю, конечно, везло. Я говорю, да в чём, где тебе когда повезло? Я говорю, ну как, я там хотела много работать. Говорю, вот мне там свыше, наверное, послана было много клиентов. Я много работала, много заработала. Купил себе Мерседес, который я хочу. А он говорит, подожди, не, не, повезло. Это когда Мерседес тебе там папа подарил или мужчина. Это повезло. А то, что на него заработает, логично, это жизнь. Я говорю, слушай, ну я же искренне его хотела. Мне искренне послали возможности работать и заработать. Я считаю, что это везение. То есть вот кто как с таким оптимизмом смотрит на то, что надо что-то делать, да? Или кто с каким вообще вектором в принципе на жизнь смотрит? Мне кажется, всё-таки успеха добиваются люди, которые смотрят позитивно, и каждое какое-то своё возможности воспринимают за позитив, а не за какую-то там нагрузку или бетонную плиту, в которую нужно теперь согнуться и согреться на мульти. Золотые слова. Есть какое-то хобби, любимое влечение? Мне кажется, у меня столько сейчас появилось каких-то хобби, потому что работы много, и хочется как раз-таки в обычной жизни отвлечься. Вот, кстати, одно из хобби у меня было достаточно такая интересная история, тоже связанная с успехом, как в том, что я как-то задалась целью сбросить весьма так много килограмм, стать совсем худышечкой. Сейчас ты у меня немножко в другом образе. Захотелось бы, смогу ли я, в общем-то, из такой женщины пышечки превратиться в худышку. Нужно было сбросить 10 килограмм. Пошла я в спорт, и опять же упорным трудом я занималась, я спросила, сколько мне нужно, чтобы с моих телес там сошло 10 килограмм. Тебе нужно 4 месяца. Три раза тренировки в неделю, силовые там, две тренировки в неделю, кардио и строгая-строгая диета. Но я целый год этим занималась, и через 4 месяца я действительно пришла к результату, который мы поставили с тренером. Ещё через полгода у меня была вообще тощенькая, вот такая худая. Я увидела, какая я совсем в точеньком образе. И тоже могу сказать, если упорно трудиться и работать, результат приходит. И у меня также многие стали спрашивать, как вы похудели, что за чудесное, значит, такое... Я говорю, тренер ходил, дайте телефон тренера. Я говорю, ну я дам, конечно. А он говорит, платный. Я говорю, а как вы думали? Конечно, платный. Я огромные деньги отдавала за это 3 раза в неделю, там нехило ли, оно стоит очень дорого. Не, а что ему деньги надо платить? Он говорит, да, а что он делает, что он такое делает? Я говорю, он ничего не делает, там надо самой на тренажёрах заниматься и так далее. Ой, да ну, а что надо на тренажёрах заниматься? А есть-то всё можно. Я говорю, нет, там строжайшая диета, и расписанные по часам, вот такие лотки на работу. Ой, не, нафиг, мы не будем так дома. Мы думали, вы как-то чудесно похудели. Я говорю, нет, это тоже работа. Но я-то была с собой довольна, и фотосессии, и все там красивые ножки-тюрники, прям такие модели. Даже я приняла участие в показе, действительно, коллекции в качестве модели. У меня есть очень много красивых фотографий, что меня тоже не может не радость. Значит, результат-то был, раз меня позвали поучаствовать одного там молодого дизайнера. Вот, поэтому в этом смысле, опять же, кропотливый труд, он всегда к результату приведет, он всегда какую-то радость подарит. И вот у меня целый год было хобби, это, значит, работа над собой, худеть. А так я коллекционирую лягушек, я люблю их рисовать. Вот, еще я люблю рисовать маслом огромные такие картины, где в каких-то причудливых формах изображены машины, автомобили новые, дорогие, рестайлинговые, каенны, панамеры, там, Глентвагена. Я делаю с Глентвагена бабочку вот такую, или могу там сделать какую-нибудь там мандалу с новыми панамерами, там, со всеми фарами разложить. Вот, то есть рисовать люблю, у меня на картин 20 или 30 таких огромных стоит. Вот, раньше они у меня висели в квартире, сейчас я приехала. Уже не стала засорять, но думаю, куда бы их применить, ведь дарить жалко. Вот, если будет больше свободного времени, вот рисовать, потому что творчество, все-таки, оно немножко расслабляет. Сейчас у меня новая фишка, я люблю куда-нибудь спутешествовать. Если, конечно, получается, это там, за границей какие-то новые места, а если не получается, я на автомобиле еду буквально вот, начиная с ближайшего Подмосковья, какие-то интересности смотрю, или уезжаю по Золотому кольцу, какие-то, нахожу маленькие интересные места, какие-то музейчики или какие-то знаково-исторические места. То есть у меня каждый выходной это какая-то насыщенная, практически такая маленькая поездочка. Вот я сейчас тебя слушаю и понимаю все-таки, что секрет успеха, на самом деле, он так прост. Это просто столько энергетики позитивной. Я просто сейчас сижу и купаюсь позитивным. Мне так хорошо, ты не представляешь. Вот, я думаю, что все-таки это самый главный успех, господа актеры. Вы поняли, что первое, это надо работать, второе, немножко быть позитивным. А вот еще, как ты смотришь, некоторые там, ну, как бы считают, что вот я буду медитировать, визуализировать, и у меня все получится. Это можно применить как-то? Ну, это опять же, всегда хорошо визуализировать и медитировать, когда есть вот этот вот, да, накал, энергетический накал. Если вы верите на 100%, то тогда визуализация, она работает. Я сама занимаюсь этим самым там францерфингом в реальности или исполнением желаний. Я все практики американские и наши отечественные пробовала. Все всегда получается, если ты находишься в определенном энергетическом расположении, да. Это очень трудно назвать оптимизмом, наверное, да. Но тем не менее, если вот такое простое русское слово, если ты на оптимистичной волне, то тебе в руки иногда приплывает совершенно то, что ты вообще там, не то, что не ожидал, а логически никогда бы эту цепочку не отследил. Вот, поэтому визуализируешь ты, просто думаешь, не знаю, плакаты желаний делаешь, не важно, там блокнот желаний какой-то делаешь. Вопрос в том, насколько ты веришь снова, да, и искренне хочешь. Потому что кто-то, например, там мне говорит, ну, я вот все визуализирую дорогую машину, а что-то она мне не приходит. Я говорю, слушай, ну, как бы сказать, ты хочешь дорогую машину, или у тебя есть конкретная марка, на которую ты хочешь ездить. И вот мы там спорили с пациентом моим, я, говорит, хочу там новую МЛ-ку, а может БМВ, ну, короче, я хочу столько денег, чтобы купить дорогую машину. Я говорю, ну, вы, наверное, тогда ее не купите, потому что, а какую конкретно машину вы хотите? А почему именно надо новую? Вот если вы конкретно говорите, я хочу там Мерседес, МЛ, и если вы хотите на нем ездить, вы ощущаете, допустим, счастье от того, как вы на нем едете, вы возьмете ее у друга, если он будет продавать подержанный, вы возьмете и цвета, какая вам не важна, вы возьмете там не из салона, а у соседа, не знаю, если он продает, вы возьмете и пятилетней давности в нее сядьте и поедите. А если как это образно, я хочу быть таким богатым, чтобы вот прийти в салон, пить какую-то дорогую машину, на самом деле, значит, ты ничего не хочешь. Ты какой-то свой образ размытый представляешь, и размытый образ, он и не придет, да, вот, с полпинка. Если у тебя есть конкретное желание, то оно обязательно в твоей жизни появится, потому что ты уже будешь тогда четко... Соседи спрашивают, вы машину не продаете? Другу скажут, я хочу собрать, все, через год я ее беру, сейчас пойду, думаю, где кредит взять, и он будет у тебя. И, конечно, если опять же говорить про вот эти там желания и успех, нужно думать не о факте успеха как такового, а все-таки о том, что тебе нравится. Если там говорить про меня, телевидение для меня, это не какой-то, да, такая тщеславная мечта, чтобы меня показали, я там потом приду на день встречи выпускников и скажу, все, знаете, посмотрите меня по такому-то каналу. Мне очень нравится сам процесс. Я работала в Госдуме много лет, мы делали мероприятия под прессу с известными людьми, с депутатами. И мне, в общем-то, всегда этот процесс нравился, что изнутри, что снаружи. Я тогда не садилась там, ведущих в какие-то круглые столы, всегда каких-то наших сажала, других ребят. Но у меня всегда была интересная организация, процесс, как все это идет, как все это будет выглядеть. И для меня телевидение это, в общем-то, просто интересная сфера, а не желание посвятиться на экране. В итоге, естественно, я там в нее попадаю, несмотря на то, что я там не модельная актриса и психолог. Но психолог тоже может сидеть на телевидении. То есть, если я сейчас хочу главную роль, то мне важен вот этот вот сам процесс происходящего. Вопрос опять же. Смотри-ка, как ты сказала, я хочу главную роль. Это просто то, что если ты хочешь сыграть именно этого персонажа, и тебе прожить вот этот участок съемок, нравится вот именно в этом образе, в этих душевных переживаниях, в этих нарядах, в этих контекстах, тебе близок этот образ. И неважно, она главная, не главная в сериале, который покажут, не знаю, там через 20 лет, или в фильме, который завтра будет на экране, то по большому счету это случится, да, это случится. И, скорее всего, это случится все-таки на уровне топ, да, то есть это действительно главная роль в каком-то очень хорошем. Если есть само какое-то расплывчатое желание, я актриса, мне нужна главная роль, тогда я буду крутой актрисой. То, скорее всего, желание не реализуется. Оно расплывчатое, оно размытое, оно не идет изнутри. Оно как бы вот какое-то такое, да, вот. То есть мне, вот я всегда хотела сыграть Пеппи Длинный Чулок, когда она же взрослая. Вот взрослая Пеппи, просто это мой персонаж. Я даже хотела снять фильмы, разговаривали по этому поводу с режиссером. То есть вот это правильный путь получается. Естественно. И тогда я бы сказала, если есть жгучее желание, если внутренне есть в это вера, то сейчас, не знаю, там пройдет годок, и кто-нибудь обязательно скажет, слышите, у меня какая идея, я хочу снять каких-нибудь там персонажей, красную шапочку Пеппи Длинный Чулок и Алису там с ее меллофоном, которые выросли. И вы скажете, а я как раз наоборот мечтала. Все, вы сойдете, обязательно человек из этого вырулится. То есть важно иметь саму мечту, не думать как, и не думать, грубо говоря, вот расплывчатое об этом успехе. Я обладатель дорогой машины, я обладатель какого-то статуса. Нет, конкретно, а что нравится тебе? Ты мне сейчас просто, мне кажется, вытащила откуда-то снизу и подняла сразу на самый-самый высокий этаж. Это, вот я не зря сегодня шла целых 20 минут до тебя пешком. Это зацепляю. Я говорю, путь к себе. У нас метро далеко находится в моем офисе. Я говорю, ребята, это у вас путь к себе. Есть время подумать после меня. Да, ты права, очень интересно. Благодарю тебя за интервью. Я теперь знаю, что я хочу. Я теперь знаю секрет успеха. Я тебе очень благодарна за это. Спасибо. Я тоже рада всегда. Ну и пожелай что-нибудь нашим зрителям. Я зрителям желаю, на самом деле, с чего мы начали, я, наверное, на том и закончу, чтобы не забыть, не упустить мысль. Я желаю, чтобы вы обязательно верили, жили с верой. Тут не к религии я, естественно, обращаюсь. К своей оптимистичной вере, прежде всего, обращайтесь. Будьте оптимистами, верьте, что у вас все будет. И тогда процесс достижения результата, он будет в удовольствие. И результат, ну, 100% будет у вас в кармане. А, ну, пока сейчас сразу книжку можно какую-нибудь посоветовать, почитать, вот что-нибудь связанное с успехом? Я не скажу, что я читаю какие-то там книжки, а потом прихожу к успеху. А когда пришел к успеху, он что, те же читать, как другие советуют. Тут вопрос в другом. Я бы, наверное, посоветовала почитать книжки все-таки про исполнение желаний, разные причем там и наши, и американские, потому что там, прежде всего, будут не техники, как на халяву получить то, чего они достойны, а там будет некоторый такой посыл, насколько можно посчитать себя достойным, насколько можно изменить свою психологию для того, чтобы почувствовать, что, в принципе, в этой жизни все возможно и все доступно. Эти книжки меняют психологию, меняют внутреннюю личностную структуру, в каком-то смысле, если их много читать. Вот их бы я читать советовала. Техники исполнения желаний, они примерно так называются. Благодарю, благодарю, благодарю.